Здарова, здарова, дорогие! Блин! Ру же начало. Ну, просто посередине. Друзья, всем привет! С вами Булкин, Оля Пингвин, ой, Оля Пингвин, которые являются по совместительству моей девушкой. Возможно, кто-то из новых зрителей заглянет на это видео, и мы решили поддержать тренд стримеров, потому что это пошло со стримов. Я частенько натыкался, не буду говорить, что я сам сейчас это придумал. Ну, соответственно, в чём суть? Надо со своей второй половинкой пройти тест на совместимость. То есть, насколько мы с тобой совместимы по итогу 48 вопросов. 48? Только сейчас об этом узнал! Учитывая, что мы любим поговорить, друзья, я думаю, что видео будет длинным. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Мы вот прям вот от и до не будем торопиться, вот серьёзно отнесёмся к этому тесту, насколько же мы с тобой совместимы. Слушай, у меня вопрос. А если мы несовместимы? Ну, что делать? Ну, ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу! Тяу-тяу-тяу-тяу! Короче, ладно, ладно. Это уже какие-то тренды тиктуком. Да-да-да. Ой, ребят, всё, начинаем. Итак, первый вопрос, собственно, он уже на экране. Нельзя... Значит, мы должны с тобой либо оба согласны, оба... Короче, нельзя потакать детским капризом. Угу. Что ты думаешь на этот счёт? Я думаю, что... Ну, капризничать вообще это очень плохо, поэтому я не согласна, что нужно потакать детским капризом. Это плохо, не надо доводить до такого. Ну, смотри, получается написано, нельзя потакать. То есть, нельзя позволять, да, капризничать детям, грубо говоря. Ну, как бы, если он... И я так поняла, что имеется в виду, что если ребёнок капризничает, то нельзя на это вестись. Как бы на его капризы. Типа, знаешь, там пришёл магазин, и ребёнок начал там закатывать истерику, что вот я хочу игрушку, купи мне игрушку. Он начинает капризничать, и, соответственно, из-за его, то, что он там развёл такой капризы, такие капризы, ты ему покупаешь игрушку. Да, вопросик, если честно, первый весьма такой сложный, потому что, как бы, я ещё пока не отец, она пока ещё не мать, но я лично вот считаю, что... Ну, то есть, я согласен с тобой. Мы сразу же можем, в принципе, отвечать, но я сейчас развернуто отвечу. Главное, не допустить, чтобы, ну, как бы, ребёнок... То есть, это не то, что его нельзя баловать. Наверное, каждого ребёнка балуют, да? Только нужно знать, во-первых, меру, да. И, типа, чтобы, ну, делать так, чтобы он знал цену всему. Ну, и... Ценность вещам. Ну, да, ценность вообще. И чтобы, ну, у него не пропало вот это вот, и, как бы, потому что, если он будет постоянно капризничать, у него войдёт это в привычку, и это, конечно, неправильно. И не пойми, кем он вырастет. Поэтому, получается, то, что нельзя, мы оба согласны. Так, ну, пока нормально. Пока движемся уверенно. А, так, если ребёнок провинится, я дам ему ещё один шанс исправиться. Ну, конечно. Ну, да, само собой. Ну, потому что ребёнок... Каждый совершает, особенно, ну, как бы, дети, это дети, и им суждено учиться чему-то. Даже взрослые совершают ошибки, это нормально. Каждый из нас совершает ошибки и имеет право на прощение и на исправление. Главное, чтобы человек это понял, но ребёнок это ещё не сознательный, как бы, ну, если он не сознательный в возрасте. Ну, есть право ошибаться и, ну, как бы, так же чему-то учиться он, пока ребёнок, он чему-то учится. Да, главное, чтобы он понимал. И не ко всем вещам он, да, может, например, как-то вот сразу там правильно подходить. Для этого и нужны родители, чтобы его чему-то учили по жизни, вот. Вот, чтобы он старался не совершать, там, ошибок по несколько раз. Ну да, нет, тут пока, ну, пока вот, я, честно, был бы, на самом деле, даже немножко в шоке, если бы мы с тобой разошлись в этих каких-то мнениях. Пока, мне кажется, само собой очевидны какие-то вещи. Естественно, мы оба согласны. И знаешь, вот перед тем, как я сейчас нажму на третий, ну, как появится третий вопрос, точнее, даже не вопрос, а какое-то утверждение, с которым мы либо согласимся, либо нет. Вот я бы хотел, знаешь, вот, вот, представь такой вопрос. Да. Если ребенок начал бы играть на GTA 5 RP, как бы мы с тобой... Да я только задала, я бы с ним зарубилась, а чего? В общем, друзья, маленькая рекламная пауза. Ну, я думаю, что я сам расскажу вам про проект GTA 5 RP. Это на данный момент, я думаю, что в ближайшее время, а может быть на все время, останется лучшим проектом в сфере roleplay серверов GTA 5 на платформе Rage. Прямо сейчас, ну, лучше после просмотра этого видео, вы можете начать играть вместе со мной, и Оля, кстати, тоже играет на первом сервере под названием Dauntown, ссылочка будет в описании, все, что вам нужно, скачать лаунчер, а дальше он все сделает за вас, и вы уже сегодня залетите играть вместе с нами. В чем же основные фишки GTA 5 RP? А их очень много. Во-первых, это регулярные крутые обновления, и, между прочим, вот, нас с тобой впечатлило из последних таких, это, наверное, система квартир, вот это прямо было четко вообще, вот, круто они сделали, реализовали полностью систему квартир, можно покупать свою квартиру, и полностью ее, вот, вообще, вот, от и до, начиная от отделки, заканчивая, там, ремонтом, техникой, то есть все расставлять, вот, Оля вообще там... Каждая даже милочевка, даже там вазочку можно поставить, Да, она там провела, короче, дохрена времени, но, возможно, кто-то видел серии на моем канале по GTA 5 RP, когда мы вместе играли. Ну, и, естественно, куча различных лицензированных автомобилей, и вообще куча развлечений, куча занятий, куча фракций, куча работ. Короче, развлечения найдет каждый, поэтому советую присоединяться, можете также со своей второй половинкой, либо с другом, либо можете вообще в одиночку, и там найдете себе друзей, поэтому всем советуем, я бы даже сказал, от нас двоих, так скажем. Ссылочка в описании, GTA 5 RP, это заебись. Так, ну что, значит, мы оба согласны, получается, да? Да. Все, точно, да? Ну, точно. Конечно, да. Так, размеры... Не имеют значения. Размеры чего? Ну, я не знаю, вообще. Так, ну, как бы ко мне, если вопрос, ну, я, конечно, эксперт по... Ну, наверное, ко мне... Ну, я не знаю, смотрю, как реально понять этот вопрос. Давай ты ответишь, потому что это больше, наверное, актуально для женщин. Ну, это, наверное, то, что мы имеем в виду. Я думаю, нет. Думаешь, что нет? Думаешь, какие-то... Все-таки важнее гармония, вот это все, там, чувство? Ну, во-первых, не знаю, такой вопрос, тут не угадаешь. У тебя ресничек. Телефомона давно, я просто сейчас решил обратить внимание. Спасибо. Что, не угадаешь, ты сказала? Ну, во-первых, физиология у женщин она разная, как бы, мне кажется. Слушай, ты реально сказала, что ты не угадаешь? Или что ты сказала? Или ты сказала, что ты не угадаешь? Да, по-моему. Как повезет, блядь, это мы, мужики, видим сразу, да? А там как повезет. Да я не в этом смысле. А, мужикам как повезет, или что? Не, ну подожди. Ничего не понял, что ты имел в виду? Я аж напрягся, блядь. По итогу. Вот давай просто пример. Я так понимаю, что имеется в виду, например, ну, вот если... Это больше для девушек наверняка. Я думаю, что не имеет значения, потому что... Я это вот, я не знаю, как воспринимать это, то, что тут написано. Я думаю, что имеется в виду, типа, ну, важен ли девушке размер, или же важны, типа, если не важен, то, получается, важны какие-то эмоции. Ну, внутренние ощущения, эмоции от человека, ну, я считаю, что не имеет значения. Вообще странный вопрос, честно. Может быть, мы вообще неправильно поняли, а если имеется в виду вопрос к парням, то бишь размер, что, груди, жопы, что ли? Ну, блин, я не знаю, ну, я очень... Тут, может, вообще, судя к другу... Ребят, реально сложно, но, допустим, мы это восприняли, этот вопрос так. Так, ну, я соглашусь, потому что, ну, вообще, в отношениях не может быть такого, что, допустим, там, ну, типа, невозможно любить ради сисек или ради писек, ну, я так считаю, и Оля, надеюсь, тоже. Вот, ну, типа, то есть, ну, как бы, это совершенно другое, если про это речь, то размеры не имеют значения, мы согласны, получается, но я не знаю, что тут еще, как бы, как, я против светских поцелуев. На людях, типа, ну, наверное, опять же имеется в виду, ну, кто первый, давай-то, неинтересно даже, как ты относишься, ну, смотря, где-то находишься, если ты находишься там, ну, вот, прелюдию где-то, в общем-то месте, например, ну, я не знаю, ну, хорошо, ну, в парке можно поцеловаться, там, не знаю, ну, там, в общественном транспорте, ну, наверное, не знаю, там. Ну, вообще, в целом, вот, ты считаешь, что, допустим, поцелуи, это что-то, о, я придумал, кстати, давай мы вот еще для полной честности будем, вот, то есть, сейчас ты отвечаешь первое, потом следующий вопрос я первый, вот так будем чередоваться. Смотри, я так понял, что просто, типа, вот, ты против того, чтобы целоваться, вот, где-то не в укромном месте, да, типа, на улице, в парке, в трамвае. Ну, трамваи. Ну, у нас, например, не было такого, чтобы мы, там, засосались, ну, если как-то... Охуенно, вообще, видео получится. Я не знаю, ребят, я надеюсь, что много лайков доберется, я, как бы, и сколько видео продлится, хрен знает. Просто, ну, есть, я просто, ну, просто разные бывают, понимаешь? Ну, просто, ну, как бы, понятно, что ничего, наверное, просто, ну, как бы, обычный. Засосаться? Ну, я не знаю. Ну, я против тогда. Ну, просто, ну, как-то побольше, чем... Ну, тогда против, хорошо, я против, не согласен. Я скажу так, я никогда вообще этого не очень понимал, потому что, мне кажется, это такого какого-то рода, ну, показуха и... Ну, это что-то твое, понимаешь, это что-то... Во-первых, да, мне почему-то ощущение, возможно, я не прав, но когда я видел людей, которые это делают... Я стесняюсь, например. Когда это делают прямо специально в общественном месте, мне казалось, что они пытаются показать, что у них все заебись, а, типа, остальные вообще... Ну, то есть, может быть, я не прав. Мне кажется, это лишний раз, особенно людей одиноких, возможно, как-то задевает, а я не люблю, когда вообще кого-то что-то задевает из-за меня, ну, типа, я не придерживаюсь того, чтобы как-то реагировали негативно на какое-то... Что? Я тут по-другому на это смотрю, я считаю, что, ну, это, как бы, ваше с тобой, это личное что-то есть. Мы против, мы оба согласны, получается. Блядь, что-то пока как-то одинаково. Так, теперь я, значит. Главным в семье должен быть мужчина, конечно. Ну, типа, тут вообще вопрос, а как по-другому, в смысле? Ну, мне кажется, это очень странные отношения. Хотя в наше время по-разному бывает, и тут даже речь не о том, кто там, например, работает, не работает, а просто в целом, ну, голова семьи это мужчина, естественно. Ну, типа, а как по-другому? Я так считаю. Ну, я скажу... Ну, опять же, нет, в воспитании ребенка, я считаю, что главная роль, по крайней мере, пока ребенок, вне зависимости от пола, там, до, там, 5-7 лет, я считаю, что главная женщина. Так, теперь я, ну, во-первых, да, глава семьи это мужчина, потому что, как говорится, женщина шея, а мужчина голова. Женщина ведет, поддерживает, как бы, да, а мужчина, он сильная личность. Ну, в общем, какие-то, если, ну, серьезные вопросы, то решает всегда мужчина, как бы, женщина, она как советчик, поддержка, уют и так далее, и тому подобное. А так, ну, конечно, мужчина, он главнее, он более каких-то вопросов серьезнее. Ну, мне вообще кажется, что... Нет, есть, ну, мы сами с тобой видели, у нас, ну, мы видели, что бывает такое, что женщина, она всем руководит, как, вот, как моя женщина скажет, так и будет, там. Как вот моя... это, это, ну, есть такой реально. Поэтому, что, получается, ты тоже согласна? Ну, мало ли, блин, сейчас много чего это раскроется тут. Так, мы предпочитаем совместный отдых. Ну, отдых в плане, там, на море съездить или отдых... Наверное, вообще любого рода. Тут же нет такого, что, типа, куда-то съездить, вообще отдыхать. Ну, нужно отдыхать и совместно, и также отдельно, потому что у каждого человека должно быть свое личное пространство. И постоянно ходить вместе, ну, как бы это такое, ты дома вместе проводишь, отдыхаешь вместе, и, ну, человек, он не может, там, без тебя как-то, ну, отдохнуть от тебя, да, там, отдохнуть от быта какого-то. Я считаю, что нужно отдыхать как и вместе, и так и отдельно, ну, позволять человеку отдохнуть друг от друга. Ну, вообще, да, тут получаются такие рассуждения. Я тоже, на самом деле, полностью согласен, потому что у нас эта тема, ну, не то, что поднимается. Мы просто знаем это, ну, друг друга отношение к этому, и считаем, что отдых, наверное, в большинстве случаев, само собой, он совместный, но также нужно личное пространство и отдыхать самостоятельно, поодиночке. Но, видишь, здесь вопрос-то немножко другой, ну, хотя, блин, мы предпочитаем совместный отдых. Ну, мы, ну, типа, в целом, да, в целом, да, тогда получается, мы оба согласны, но мы прокомментировали, что конкретно, где есть нюансы. Моим детям не нужна няня, им нужна мама. Можно я отвечать? Блин, сложно. Подожди, а кто первый сейчас, ты сейчас первый отвечал? Получается, я. Я, опять же, не могу сейчас ответить на этот вопрос, но мне кажется, я бы очень не хотел, чтобы в какие-то моменты была бы няня. Мне кажется, что есть такие... Нет, безусловно, я считаю, что будут такие моменты, когда, ну, вот, нам нужно куда-то, да, как бы ребенка одного не оставить, соответственно, кому-то. Я думаю, что в нашем случае мы это доверим нашим родителям, ну, то бишь, бабушкам, допустим, дедушкам, кого-то из нас, фу, блядь, точнее, для ребенка нашего. Ну, короче, моим родителям или ее родителям, а няня, ну, мне кажется, я бы, наверное, не смог, но я не могу зарекаться сто процентов, ну, я думаю, что, типа, я бы рассчитывал до конца, конечно, на помощь родителей своих в этом плане, если, ну, наверное, чужой человек. Короче, ну, я согласен с этим, типа, моим детям не нужна няня, им нужна мама либо родственник, вот так тогда я бы ответил. В общем, я считаю, что моему ребенку не нужна няня, потому что я хочу проводить больше времени с ребенком своим, с ним заниматься и уделять ему времени. Поэтому я не хочу, чтобы какая-то, да, чужая тетя сидела с ним, там, играла, проводила время. Ну, я тоже не буду зарекаться, мало ли, знаешь, там, надо куда-то нам поехать. Ну, типа, да, это непонятно. Бабушка, ну, бабушки не смогут, например, посидеть с ним, а вот нам надо срочно уехать, ну, как бы. Ну, короче, это очень маловероятно и возможно, скажем так, но в целом с этим утверждением мы оба, получается, согласны. Так, хорошо, в семье должен быть общий бюджет. Ну и вопросик тебе достался, очень, на самом деле, интересно сейчас будет услышать, тем более, что отвечает первая Оля, давайте послушаем. На самом деле вопрос сложный, особенно, наверное, для, я сейчас, ну, сейчас давай ты первая, а потом я тоже, мне даже интересно. Смотри. Ну-ка. Здесь в вопросе такая вот, как, такой нюансик. Так. В семье должен быть общий бюджет. Так. Слово должен. Ага. Я, ну, как бы, я считаю, что никто никому ничего не должен, и в каждой семье это как-то зарождается, да. Ну, короче, мне кажется, блин, я просто не выдержал, я перебил, потому что это настолько индивидуально, потому что, то есть, ну, мы можем сейчас за себя, ну, естественно, прокомментировать, но, блин, типа, есть семьи, где работает женщина только, мужчина сидит дома. Есть семьи, где работает мужчина с женщиной сидит дома, есть, где оба работают, есть, где оба работают при этом у них общий бюджет, есть, где оба работают при этом у них отдельный бюджет, и поэтому, как бы, есть, ну, типа, вообще куча вариантов. Вот в нашем случае все немножко иначе, потому что моя была воля, чтобы Оля не работала, хотя она до сих пор, блять, рвется, и у нас до сих пор есть ссоры по этому поводу, потому что она не может так. И как бы это была моя инициатива изначально, потому что она очень сильно мне помогает, вот сейчас участвует в нашем Bullking Production, скажем так, дает идеи, участвует в съемках и так далее, и мне это важнее, нежели если она будет там где-то работать, и как бы, ну, я считаю, что это не к чему в нашей ситуации. И у нас лично вообще нет такого понятия, как общий бюджет, то есть, естественно, так как, например, я ей сказал, что ты не работаешь, у нее личных денег как бы нет, но в то же время у нас происходит это так, если это какая-то покупка, например, ну, для дома, для нас, для семьи, скажем так, естественно, она не сделает покупку самостоятельно, мы это все обсудим, то есть, это все всегда обсуждается, любая покупка, любая трата какого-то бюджета, это обсуждается, и тем более уж со стороны Оли. Да, я не могу пойти там, что-то захотела, там, не сказать Саше, ну, во-первых, это, ну, я не так воспитана, вот, к счастью, поэтому мне было бы очень стыдно, ну, зная то, что там я пошла, там, молча взяла что-то купила, не сказав ему, потому что мне так захотелось, к счастью... Ну, ты в целом, мне повезло, что не очень требовательная вообще, что не требовательная. Это как сюрприз. Это сегодня была такая ситуация, она поехала покупать зимнюю обувь и купила в итоге мне еще шапку и эти перчатки, да, в принципе, так всегда происходит, но это немножко другое, на самом деле, ладно, мы за себя ответили, ну, давай вот так вот, общий вопрос, в семье должен быть общий бюджет. Вот я бы ответил, просто, вот, брать... Мне не нравится, мне нравится этот должен. Ну, да, мне тоже, ну, это, да, странно звучит, но в целом, вот, типа, вот, возьмем просто обычную семью. Мне кажется, если это уже полноценная семья, там, ну, я не знаю, наверное, я, ну, блин, ну, это очень, блядь, я не знаю, как воспринимать тоже этот вопрос. Ладно, давай, мы согласны. Ну, типа, согласны, да, я тоже к этому придерживаюсь, потому что, ну, если брать вот просто, в общем, семью, то, ну, как, семья... Семья – это семья, как бы, да. В то же время никто никому, ну, нет такого, блин, типа, мне кажется, вообще финансовая часть семьи, она не должна как-то прям так мусолиться, типа, ну, они живут и живут, как бы, ну, блядь, я не знаю, короче, блядь, я не знаю, как бы, оба согласны, получается, я хуй знает, как ответить. Очень сложно, очень индивидуально, и, как бы, в нашей ситуации вообще всё по-другому, то есть, как бы, ну, наверное, в целом, да, то есть, по крайней мере, давайте сделаем акцент на чём, покупки должны совершаться, наверное, с обсуждением совместным, ну, типа, не вот так вот, то есть, соответственно, это, как бы, получается что-то общее и, короче, ладно, мы оба согласны, это пиздец вообще, конечно, вопросик. Так, это ты. Нет, это ты. А, я? Так, у супругов не должно быть друзей противоположного пола. Ну, хороший вопрос, хороший вопрос, а что ты на меня-то смотришь так? Как я тебя слушаю, хочу послушать твоё мнение. Ну, ладно, сейчас услышишь. На самом деле, я считаю так. Бля, опять же, это всё настолько, сука, индивидуально, пиздец. Ты говори про себя, Саш. Ну, как бы, я считаю, что у мужчины могут быть подруги, а у женщин, друзей, мальчиков нет. Ну, ну, блин, с другой... Подожди. Нет, ладно, хорошо, в общем, давай в общем. В общем, я считаю, что если... А что ты хотела сказать? Ну, я хотела сказать вот насчёт того, что вот у Саши есть подруги детства, ещё со школы, да, и когда мы начали с ним отношения, он, как бы, ну, поставил меня в это в известность. И я отнеслась, ну, положительно к этому, потому что, ну, всё-таки, ну, детство, да, там у вас столько всего было, и... Ну, почему я должна запрещать... Во-первых, это и до меня, как бы, почему я должна запрещать дружбе, да, ставить барьер какой-то, как бы, вот. И я с ними знакома, и это хорошие девчонки, ну, мы дружим и хорошо общаемся, вот. Но насчёт того, что, ну, когда появляются какие-то новые знакомства и пытаются, там, стать подругами, ну, я считаю... По отдельности, именно. Ну, потому что у нас, например, вот все какие-то общие знакомства, когда мы были в отношениях, это пары, в основном. Да. А когда пытается она к тебе, там, в подруге набиться, как бы, я считаю, что здесь уже что-то не то, и... Ну, я считаю, что так же, там, например, с моей стороны, да, там, у меня нет друзей мужского пола, и я считаю... Ну, и не хочу, как бы, я считаю, что это неправильно, потому что, ну, не просто так говоря, что с какой-то стороны могут быть какие-то там чувства или там ещё что-то. Ну, если друзья, то они, как бы, идут или с детства, да, как бы, или, ну, на каком-то большом протяжении твоей жизни, и с которыми ты реально, там, прошёл многое. Ну, я считаю, что нет. Не может быть. Я тем более считаю, что нет. Ну, как бы, вот, ну, не знаю, вообще всегда, когда какие-то отношения долгие, ну, обычно так же появляется, если какой-то там друг знакомый, у него есть пара, то есть, соответственно, дружим парами. Ну, в основном так всегда и было везде, поэтому... Ну, непонятное дело, если до нашего, например, там, наших отношений у Саши были, например, там, подруги, ну, как и есть, да, и, во-первых, я не имею права как-то лезть и рушить их дружбу, да, и запрещать ему, зная того, что они там уже давно дружат. Как бы, я никакого права не имею, и это нормально, я считаю. А когда, например, уже, там, ну, ты в отношениях, и что там с моей стороны, что с Сашиной, как бы, если начинает, там, ко мне кто-то, да, там, в друзья напрашиваться, как бы, ну, здесь, как бы, ну, такое все, знаете, сомнительно, и так же, как бы, и к Саше. Ну, это, не знаю, начинается, ну, есть люди, понимаете, они есть разные, и тут никогда не угадаешь, зачем это, для чего нужно, знаете, может, там, хотят как-то помешать чему-то, там, чего-то добить, ну, короче, в общем. Ну, можно, короче, даже, да. Долго-то мусолить, я против, в общем, что. Есть такие, которые специально набиваются противоположного пола, чтобы разрушить отношения, но это тоже, да, очень такие долгие разговоры. Короче, мы оба согласны, что у супругов не должно быть друзей противоположного пола, но сейчас, перед тем, как мы ответим, я хочу проверить запись, а то слишком тут все долго, и мало ли, что там, как вообще проходит. Так, ты переместилась ко мне поближе, так, у супругов не должно быть, так, в этом мы, значит, оба согласны. Так, теперь я первая. Ради семьи я готов много работать. Вот тут вот, ну, как бы, такой мужской вопрос, на самом деле, но тебе придется на него ответить. Ну, тут готов-готова. А, ну, в том числе, да. Ну, просто как бы, ну, давай. Смотрите, хорошо, ладно, предположим, приведем ситуацию, если мне придется работать, ну, как, мы же никогда не можем угадать, что может произойти там завтра или через год, да, если у меня, ну, я сейчас домохозяйка, да. Какая-то домохозяйка, к дому не сидишь вообще. Хорошо, ну, я просто, грубо говоря, я имею в виду, что не работаю. Но если придется какая-то ситуация, что мне придется идти работать, зарабатывать деньги и кормить свою семью, конечно, я пойду и буду зарабатывать. Да, если там и на двух работах придется работать или еще как-то, еще как-то, как-то странно это прозвучало. Такое, блядь, короче, все, закрываю вопросик. Мне кажется, на самом деле здесь все однозначно понятно, потому что, конечно, если ситуация какая-то происходит, да и вообще в целом, конечно, ради своей семьи готов много работать. Вот, ну, для мужчин это вообще не вопрос, мне кажется, любой мужчина должен для себя знать, что он ради семьи и ради того, чтобы прокормить, содержать, он, естественно, должен много работать. Так что мы оба согласны, получается. Так, я научу... А, ну да, я научу своего ребенка быть смелым и бескорыстным с друзьями. Так, подожди, а кто отвечает первый? Ты. А, я, да-да-да, все, я отвечаю первый. Значит, так, я научу своего ребенка быть смелым и бескорыстным с друзьями. Ну, блядь, тут даже обсуждать нечего, конечно. А, конечно, а кто его еще научит? И этому кто? Мне кажется, что, ну, не знаю, может, конечно, и друг научить в дальнейшем, но это нужно прививать как-то с самого раннего возраста, конечно, да. Ну, да. Типа даже не обсуждается, ну, как бы, само собой, мог бы согласиться. Самый короткий вопрос, самый быстрый ответ. Для меня важ... Для меня важна супружеская верность. Для меня очень важна супружеская верность. Для меня очень важна. А, как могут, вот, вы знаете, вопрос тест на совместимость. Есть люди, которые вот совместно отвечают, и они... Что, кто-то не согласен? Мне кажется, кто-то говорит, а, да, мне понял. Да иди гуляй, вообще, что там? Хуя вопрос, блядь. Так, конечно, да, мы оба согласны. Как без верности-то вообще? Мне нравится заботиться о детях. Это я отвечаю, получается. Точно я? Я уже, я что-то запутываюсь. Ты, ты, ты. Точно. Ну... Мне сложно сейчас, наверное, об этом сказать, что детей нет. Мне кажется, знаете, у девочек, они даже не имея детей, они уже на всё согласны. Вот когда они готовы, что они хотят стать мамой, они уже знают, что естественно, как бы даже не зная, что это, да? Я правильно же понимаю? Наверное, у вас это так. Нет, ну, я не согласна. У кого-то, например, нет материнского... Ну, как бы, есть у каждой женщины материнское чувство. У кого-то, например, она там вот сразу просыпается, у кого-то там после родов, да, уже бывает. Ну, и женщина, она не может осознать, как бы, до конца, да, пока вот не прочувствует это, да, особенно, когда это первый раз. Вот, и не всегда так, что прям вот с самого начала, конечно. Ну, ладно, ну, для мужчин уж точно, как бы, это не прочувствовать. Я не могу на этот вопрос ответить, потому что я, у меня не было ни младшей сестры, ни младшего брата, у меня не было родственников с маленькими детьми. Ну, это, наверное, это само собой придёт. Забота, ну, я думаю, что, конечно, это, а как это может не нравиться? Я думаю, нравится. Ты тоже? Ну, конечно. Ну, нет, просто я знаю, она очень, ну, круто относится к всему этому и, как бы, кру-круто относится. Ну, в общем, тут для неё вопрос, это прям, который сразу можно было просто сразу пропускать, отвечать, что она согласна. Так, ну, мы оба согласны, получается. Жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой. Прям вот охуительный вопрос, на самом деле, потому что я бы вот прям даже сейчас бы разжевал от и до, и... Подожди, ты отвечаешь? Да. Ну, давай, мне интересно твое мнение. Ну, если муж за то, чтобы жена не работала, то, конечно, здесь и автоматом и приходит того, что, как бы, мужу нужно то, чтобы... Знаете, почему она... Вот смотрите, я уверен, что... Я уже знаю, что мы ответим на этот вопрос, что согласен кто-то один из пары, и это я. Потому что она не может до конца признать, она сейчас пытается, я знаю, она делает всяческий вид, но она хочет работать, и может, и хочет. Но мне кажется, что самый прикол, что в основном, когда этот вопрос пары отвечали, и если согласен кто-то из пары, соглашалась, наоборот, женщина. Потому что, ну, мне кажется, очень многие женщины хотят, естественно, быть, просто ничего не делать, сидеть дома. Но тут у нас наоборот, я как раз этого хочу, ну, как бы, не то, чтобы она сидела дома и ничего не делала, она и хозяйничает, и в том числе помогает, как мы уже обсуждали. Но она хочет еще и работать. Это, мне кажется, уникальный случай, поэтому вот она сгрустнула, и опять тему задели. Так что я... Давай честно, не надо говорить, что ты согласна с этим. Хорошо, я просто помню себя, когда я работала. Какие были времена? Какие были времена? Я просто помню, вот, мы еще жили на квартире, я помню, что я там, ну, у меня была пятидневка, да, там, я с утра до вечера на работе, приходила с работы, и я умудрялась приготовить поесть, там, убрать квартиру, даже не в выходные, а даже, ну, в будние дни. И еще бывало, и помогала тоже так же Саша. Ну, как бы, я считаю, что я бы не смогла просто лежать там на диване, ничего не делая, мне было бы очень стыдно, не знаю. Но при этом ты считаешь, что она, жена, ну, как бы, и может, и может работать, и должна быть хорошей хозяйкой, то есть ты так считаешь, и может работать. И может работать, и, конечно, нету такого, что она... Для меня очень важно, как женщина показывает себя в семье, то есть, насколько она хозяйственная, насколько, и мне не важно, работает она, типа, может, хочет или нет. Главное, чтобы она все делала для семьи, сдавала уют, уборка, стирка, это, само собой, готовка, и плюс ко всему помощь. Все это есть, и поэтому мы закрываем вопрос, потому что... Подожди, я хотела сказать, дополнить то, что я считаю, что не может быть такого, что, может быть, есть такие женщины, которые считают, что вот если она работает, то она там устает на работе, что у нее нет времени и так далее. Как бы, я считаю, что для таких вещей найти время можно, главное, чтобы было желание. Я знаю по себе, я работала, работала пятидневку, приходила уставшая с работы, и я все это делала, потому что я хочу, чтобы мой мужчина был сыт, накормлен, и чтобы был уют дома. Вот, вот я все сказала. Можно я сейчас добавлю еще, как ты говоришь, но только это ты не сказала. Что? Что, что ты вообще должен был быть сыт, накормлен, и с пустыми яйцами. Ну, это само собой, конечно. Короче, мы согласен, кто-то один из пары, и я согласен с тем, что жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой, а Оля считает, что жена должна, ну, может работать и должна быть хорошей хозяйкой, поэтому тут у нас разногласия. Мне нравятся шумные компании, ой, ну тут вообще, ну тут просто даже сразу просто, просто сразу как бы, а кто первый-то отвечает вообще в целом, чей-то вопрос был? Твой. Точно? Да. А, ну тут как бы, ребят, это однозначно, мы шумные компании, и вообще, когда много людей, большая вечеринка какая-то. Ну, Саша сам по себе, он одиночка, и я не люблю вот это вот, когда дохрена народу. Мне становится нико... Муж должен полностью обеспечивать семью. Блядь, опять вот этого должен? Да нихуя он не должен, ё-моё, блин, отдастся. Блин, ну в целом, почему? Ну, блин, ну хрен знает. Ну, пиздец у нас всё. Можно сразу, да, мы ответим, что согласен кто-то один из пары, получается. И опять же, блядь, вот в этом, я уверен, у нас только у одних так. В основном, на этот вопрос отвечают мужчины, что, типа, ну, как бы, хрен знает, а жена отвечает, или женщина, там, девушка, что... Да, конечно, а у нас наоборот. Она сейчас говорит, что... Мне просто вот это вот, да, не нравится вот это вот, должен. А я считаю, что должен, поэтому у нас с тобой согласен кто-то один из пар. Предпочитаю, я предпочитаю проводить вечер дома со своей семьёй. Ну, тут вообще тоже без вариантов, потому что мы не любим шумные компании, вечеринки и, как бы, вот это всё. Ну, Саша при этом, я его спокойно отпускаю, да. Я иногда могу, но в целом, конечно, лучше. Ну, не шумные какие-то компании, а, ну, там, вечеринки, а именно там с друзьями, там, встретиться с другом, покататься на машине, выехать. Ну, а почему нет? Ну, в целом, я больше люблю, конечно, дома. Мы оба согласны, отлично. Так, в воспитании главное подавать пример ребёнку своим поведением. Это кто отвечает? Ты, да, по-моему? Да, я полностью согласна. Я считаю, что вот каков ты, и ребёнок видит, например, там, наши отношения, там, например, там, вот, ну, он будет видеть, там, наше с тобой общение, отношения. Если у нас в семье будут крики, у него это всё в голове, конечно, отложится, да, что, например, там, мужчина может, там, кричать на женщину, или, там, женщина может кричать на мужчину, но это всё откладывается. Понятное дело, ты пример своему ребёнку. Потому что, а кто, если не вы? Он всё берёт от вас самих. И поэтому ваши действия, ваше общение, ваши разговоры, ваши слова... Во всём, да, не только даже то, что он видит в семье, а то, что какие поступки он видит, которые вы совершаете по отношению к другим людям, чужим. Или знакомым, неважно, конечно, это главное. Потому что у него в голове, знаете, откладывается, он будет потом, знаете, когда он вырос, и он вспоминает, вот, например, какие-то хорошие поступки. Да, мой папа поступил так, там, отчего. Да, вот, у меня в семье, например, было, принято так, как бы, да, я там, ну, не могу так вот сделать и так далее. Сексуальная близость играет важную роль в моей жизни, это я отвечаю. Да. Я скажу так. Наверное, как и любой мужчина, я до какой-то поры считал, что, ну, типа, главное, что просто, допустим, секс, да, то есть, неважно с кем, типа, ну, вот, секс он есть, и как бы круто, классно, типа, а чем больше, и тем, чем разнообразнее, тем, типа, интереснее, и вообще-то круто. На самом деле, это не так, и, наверное, я это понял недавно, вчера. Забил, забросил. Короче, ну, близость, вот именно близость важна, да, безусловно, потому что, когда человек незнакомый, чужой, вообще, который... Я, ну, я считаю, как бы только, ну, социальная близость, это с любимым человеком, конечно. Ну, тут, как бы, естественно, мы оба согласны. Я уважаю старших. Ну, это само собой. Есть такие, кто, типа, а, блядь, что за хуйня? Не, 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 типа, я не уважаю старших. Слушай, Саш, мы, наверное, очень с тобой хорошо воспитаны. Ну, вообще, ну, блин, ну, это прям очень странный вопрос. Любовь, это, прежде всего, работа над собственными отношениями. Это ты отучаешься, да? Не знаю, что это за вопрос. Любовь, это, прежде всего, работа над собственными отношениями. Ну, типа, ну, я, на самом деле, не согласен с этим. Работа над собственными отношениями. Ну, это смотря на какие... Любовь. Подождите, а при чём тут любовь? Ну, типа, да, любовь, мне кажется, это вообще чувство, которое возникает. Какой-то странный очень вопрос, если честно. Любовь, прежде всего, работа, работа. Я бы за это сформировал так. Если есть любовь, то над идеальными отношениями нужно работать. Ну, во-первых, идеальных отношений нет. Ну, блин, ну, типа, более-менее идеально. Ну, типа, а что... Ну, да, я тоже... Любовь, это вообще чувство, которое может возникнуть, типа, вот, просто вот сейчас. Любовь, она либо есть, либо её нет. Да, тут уже, понимаете, как бы тут... Какая работа над любовью, что... Короче, мы оба не согласны, получили. Я что-то ничего не понял тоже, если честно. Я против физического наказания для детей. Ну, конечно. Можно просто... Можно сразу отвечать просто? Конечно, против. Так, подождите, это чей вопрос был твой? День. А, мой, по-моему. Да. Сейчас твой, по-моему. Мы уже запутались. Влюблённость — это игра гормонов, которая пройдёт в скором времени. Ну, смотрите, влюблённость — это начальная стадия, я считаю. Я считаю, что нет. Влюблённость, как бы ты влюбляешься, например, там, в его глаза, там... Ну, не знаю. А любовь — это уже вторая стадия. Не знаю, я не согласен, потому что... Как бы у тебя вначале играют какие-то гормоны, бабочки, желатые. Это не обязательно, может быть. Это не обязательно, может быть. Это не обязательно, может быть. Я согласен полностью, что влюблённость... Ну, пройдёт, конечно. Ну, хотя, подожди. Ну, блядь, это тоже реально... Ты правильно начала рассуждать, потому что это может быть стадия первая. Но, как правило, мне кажется, что влюблённость... Ты как-то всё равно очень быстро чувствуешь, что оно твоё или не твоё, и... Ну, типа... Ну, смотри. Ну, смотри, влюблённость проходит, появляется влюблённость. К примеру, если ты человека не любишь, ты же не можешь ему сказать «я люблю тебя». Потому что ты его не любишь. У тебя есть какие-то симпатии к нему, у тебя есть какие-то, там, может, такие... Мирные чувства к нему, да, он тебе, там, чем-то нравится, да, там, ему нравится, там, с тобой общаться, там, вот... Может быть, он бы, там, с тобой хотел, там, отношения. Ну, такая, знаешь, вот, лёгкая влюблённость, да, что вот человек симпатичен, там... Чем-то привлекает, ну, например, может, там, тебя что-то останавливает, ты, ну, как бы, не начинает, там, отношения. Или, там, вроде, знаешь, такой почувствовал, вроде моё, а проходит, там, например, неделя, пообщавшись, ты понимаешь, что... Ничего больше. А любовь — это совершенно другое. В общем, влюблённость — это игра гормонов, которая пройдёт в скором времени. Да, я согласна. А вот я теперь не знаю. Потому что, я говорю, может быть... Ну, блин, наверное, да. Всё-таки я вот всегда считал, что влюблённость — это немножко отдельно от любви. И, короче, я согласен тоже, да. Супружеские отношения — это личное дело пары, и не стоит посвящать в них кого-то третьего. Ты отвечаешь всё это на то. А, я отвечаю. Я вообще думал, что ты, я такой уже готов. Ну, значит, так. Значит, так. Супружеские взаимоотношения — это однозначно то, что внутри семьи. Потому что, когда... Я вот ненавижу никогда, когда... Вот, типа, ну, я встречал, например, такие компании, когда... Я, блядь, знаю, вот даже по ним видно, что они, ну, нифига не счастливы вместе, но при этом они делают всё для того, чтобы показать, что они... Причём, знаете, это делается специально противоположной паре, чтобы они зачем-то... Они думают, что они начнут сравнивать. И, типа, вот, смотрите, у нас такая пиздатая пара, а, типа, не то, что там у вас. А на самом деле-то у них всё херово. Типа, вот, ну, ты знаешь, по кого я имею в виду. Такое реально бывало. А вот... И точно так же я считаю, что не нужно ссоры показывать. Вот я не люблю это, например. То есть если... Ну, бывает, да, мы там... Мы-то уже с этим сталкивались. Ну, с этим мы и сталкивались. И, как бы, даже вот на примере... Конечно, может быть такое, что мы едем там в гости, и что-то повздорили, но мы не будем это показывать другим. Это, я считаю, что... Ну, пока-то едем, уже забудем, уже помиримся там. Ну, это тоже. Поэтому то, что внутри, конечно, никого не должно касаться. Это ваши взаимоотношения, и, как бы, это личное дело пары. Ну, ты же согласна? Да, конечно. Ну, что? Очень и очень интересный вопрос, на который будет отвечать Оля. Деньги играют важную роль в жизни. Точнее, не вопрос, а утверждение. Согласна ли ты с этим? Нет, я не согласна, потому что я считаю, что помимо денег есть много вещей гораздо важнее в нашей жизни. И сегодня деньги есть, а завтра их нет. Поэтому они не самую важную роль играют в жизни. Их можно заработать, если захотеть. А какие-то другие вещи жизненные, да, и ты не сможешь пойти, там, заработать или получить, или ещё что-то. Ну, я считаю, что акцентировать на ценность к деньгам, а на остальное всё забить. Типа, вот, у меня, если будет много денег, я смогу себе позволить всё. Ну, это не так. И ты не будешь счастлив от этого. Я могу сказать... Ну, в общем, ты не согласна с этим. Так, друзья, сейчас мы тут ждём, пока Оля опять что-то там с ресницами поправит. Одну ресничку уже выковырила. В общем, на самом деле, друзья, у меня ответ на этот вопрос прост. Значит, если деньги имеют какую-то роль в жизни, то они могут повлиять лишь на качество жизни. Но очень важно понимать, что качество жизни – это не есть какое-то счастье. То есть, счастье и деньги, оно не может быть связано. И мне кажется, что многие почему-то этого не понимают. То есть, типа, человек, у которого дохрена денег, или там, бесконечное количество, там, не знаю, миллиардер он, да, например. Он счастливый, значит. Это типа не значит, что он счастливый. Вообще, далеко нет. Он точно так же, как и другой любой человек может грустить. У него могут быть какое-то горе, он может быть несчастлив в целом. У него может не быть друзей настоящих. Ну, типа, да, вообще, это очень, типа, деньги вообще никак не влияют на то, как себя человек чувствует. И в то же время человек бездомный, он может быть вообще счастливее всех на свете. И реально быть таким. Не то, что он там считает такой, типа, блин, да я самый счастливый. Он реально просто чувствует гармонию с самим собой. Поэтому деньги точно не играют важную роль в жизни. Это однозначно. Так ты согласна, получается, тоже. Неправильно. Ребят, сижу я, значит, монтирую видосик. Время 7.25 утра. Ну, вот сейчас вот, собственно, этим занимаюсь. И просто понимаю, что из-за того, что... В общем, из-за того, что мы прожевывали настолько подробно каждый вопрос. И их в целом было много. Мы, видимо, подумали почему-то или... Ну, я, по крайней мере, подумал. Оля не заметила, не исправила. И, видимо, я почему-то перечитал, что деньги не играют важную роль в жизни. Собственно, что мы и рассуждали. Но при этом мы ответили наоборот. Короче, просто-напросто ошиблись. Естественно, мы имели в виду другой вариант ответа. Поэтому здесь маленькая неточность будет, может быть, в итоге. Но сейчас дальше посмотрим. В общем, действительно получилось как-то обидно на самом деле. Потому что столько вопросов отвечали. А, быть может, это на финал-то как-то повлияло. Но главное, что мы порассуждали. И вы поняли, что мы имели в виду совершенно другой вариант ответа. Муж должен зарабатывать больше жены. Это ко мне вопрос? Это ко мне вопрос. И тут, блядь, все понятно как бы с моей стороны. Ну, конечно. Да. Потому что, наверное, мужчине будет не очень комфортно. Ну, типа, если мужик не ищет изначально. Ну, не знаю. Ты все равно даже ищешь, не ищешь. Мне кажется, для мужчины. И мужчина это мужчина. Это всегда по жизни был добытчик. Даже если жена, ну, как бы ей пофиг реально. То мужчина, ну, мне кажется, тот, который стремится к чему-то по жизни в целом. Он себя будет чувствовать некомфортно. Поэтому мы оба согласны. Я уважаю родителей своего партнера. Ну, конечно. Так, я без стеснения говорю о своих интимных желаниях по Тору. Да. Но это пришло и очень не сразу. И то я не уверен, что до конца у кое у кого пришло. Но я без сомнений считаю, что да. Ну, да, хорошо. Если просто быстренько, то... А в начале, конечно. Без стеснения. Но это... Это очень долго до начала длилось, если честно. Ну, ладно. Был бы согласен. Так. 29-й. Еще, кстати, до хрена. Блин, ну это все. Это все только разогребчик. У меня нет тайн от моего партнера. По-моему, отвечаешь ты первая. Мне даже интересно будет. Ну, тут, по-моему, все максимально просто, на самом деле. Я даже не знаю, что тут отвечать. У меня нет тайн от моего партнера. Вот. Потому что я считаю, что если вы хотите нормальную семью, крепкую, да, и если вы любите своего человека, то какие могут быть тайны? Ну, ну, тайны, это... Ну, я не знаю, вы таите, как бы вы... Да я вообще не понимаю, как можно... Не договариваете, получается. Как бы, ну... Тут можно проще сказать. Как можно... Может быть, без правды нормальных отношений. Ты не доверяешь своему партнеру, как получается, да. Естественно, мы оба согласны. Я адекватно отношусь к недостаткам других людей. Вообще спокойно и всегда. Тем более, знаете, это на самом деле очень вопрос странный. Что подразумевается под недостатками? Я вообще считаю, что у людей, как бы, в смысле недостаток. Типа, что с ним должно быть не то? Я вообще никогда не замечаю, что там, чем отличается человек от меня, например, или еще что-то. Ну, типа, что может быть вообще недостатком? Каждый человек, это... Мы все одинаковые. Нет, мы все разные, но... Ну, я имею в виду, мы все устроенные. Ты имеешь... А, ну, если ты имеешь в виду какие-то... Ну, характеры, вот это все? Ну, да. В этом плане, конечно, разные. Нет, если имеется в виду... Я просто подразумевал, может быть, что он там носит очки, например, или там он слушает там какую-нибудь музыку, которую там, или... Ну, типа, знаешь, он чем-то выделяется. Может еще быть выведение, например, какое-то. А, ну, вот тут я не знаю. Если имеется в виду реально поведение и характер, мы с тобой видим по-разному поняли вопрос, поэтому... Нет, я рассуждаю, я и тебя поняла, я еще просто из-за своих тоже... Ну, тоже верно, да. Да, непонятно, какая-то. Смотря какой... В этом плане, да, если человек там какой-то хитрый сам по себе, то, конечно, я неадекватно к этому отношусь, но я просто от него отстранюсь и все, например. Да, если вы какой-то там подозрительный... Просто если есть, знаешь, черта, например, какая-то, знаешь, черта характера, вот как бы у него проявляется в виде вот недостатка, да, там... Ну, как бы внешне, внешне, я считаю, что... Ну, я тоже не обращаю никогда внимания на какие-то недостатки. Ну, каждый человек по-своему красив. Если об этом речь. Да. Ну, опять же, если... Короче, сложный вопрос. Мы раз что имеется в виду, но в целом я... Даже если человек там, блядь, какой-то совсем... Если будет не нравится, то мы не будем с ним общаться. Это вот так вот происходит. Как тут относиться к этому можно? Ну, в целом, если говорить про то, что я начал говорить, то адекватно, конечно, каждый человек, ну, типа, у него не может быть каких-то там, да, чем-то он... Обделила, типа, его природа. Ну, типа, мы в этом плане все люди, если в этом плане. Поэтому в этом плане мы согласны. А по поведению там уже довольно индивидуальный вопрос. Если у человека что-то не получается, виноват он, а не кто-то другой. Так, если у человека что-то, допустим, у меня что-то не получается, в этом виноват я, а не кто-то другой. Или ты у тебя что-то не получается. Блядь. Ну, это смотря, чего касается. Ну, да. Смотря какая ситуация, например. Можно, например, довести человека, и... А у него там, например, там какая-то важная встреча, важные переговоры, и из-за того, что он там перенервничал, у него все пошло наперекосяк там весь день. Ну, зная по себе, например, я там, когда работала, к примеру, да, у меня там, я могла, у меня быть хорошее настроение, знаете, там с утра проснулась, все хорошо, там приехала, там общаешься с человеком, а у него, например, плохое настроение, у тебя там испортило себе настроение, понимаете, и там у тебя уже там и работа не так идет, и день у тебя уже не такой, потому что, ну, просто тебе как бы вот так в душу нагадили. Ну, я считаю, что, как бы, когда вы вдвоем, да, живете, то, понятное дело, настроение, там, еще что-то влияет на двоих, в общем счете. Да, но подожди, давай, получается, это про нас с тобой, то есть вот, допустим, какое у меня отношение, если у тебя что-то не получается, виновата ты, а не кто-то другой. Ну, не факт, может, я тебе что-то испортил настроение, или да, или ты, ну, ты, ну, как бы, мы это... Ну, я, мы оба не согласны, наверное, тут. Ну, вообще, вопрос сложный, если честно. То есть, получается, новотон, а не тот другой, мы оба не согласны. Все женщины нуждаются в мужской помощи и внимании. Ну, конечно. Нет? А, ну... Что-то так рассмотреть, ты согласна? Нет, ну, просто... Ну, а как, как, к сожалению? Женщины, которые, например, привыкли к тому, что вот они сами справляются. Но ты не считаешь, что они нуждаются во внимании и помощи? Ну, нуждаются, конечно, да. Нуждаются? Ну, конечно. Ну, вот, 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 вот. Сильное плечо там, узкое, там, внимание, конечно, мужчинам должен уделять. И женщине, и мужчине нужно ухаживать за своей внешностью. Конечно, да. Но тут как бы по-другому быть не может. Жены, жены лучше всех способны вдохновлять своих мужей. Бля, хороший вопрос. Конечно, я думаю, да. Хороший вопрос. Ну, блин, типа... Ну, хорошо, это разные случаи. В целом, по жизни, да. Но, например, если это что-то связанное с тем, что, я не знаю, я вот вдохновился чем-то, чем-то творчеством, например. Ну, ладно, хорошо, это уже такие какие-то индивидуальные... Ну, жены мужчин как бы, ну... Ну, да, жены лучше... Ну, в целом, да. Ты тоже что-то знаешь. Ну, конечно, да. Я стараюсь не показывать свои отношения на публике. Бля, я это хотел сделать. У меня, блядь, этого не получилось. Я просто понимал, что это... Ну, в моем случае я не смог бы. Кто-то умудряется, ну, блин, у меня настолько, как бы я и какие-то, да, влоги снимаю, и какие-то вот там челленджи, не челленджи, игры. И я до какого-то момента очень хотел, чтобы это все-таки было вот... Вот как бы и Оля совершенно спокойно к этому относилась. Потом я в какой-то момент понял, что вот мы там куда-то едем, я снимаю влог. Ну, блин, я не могу. Ну, все равно понятно, что я с кем-то. Так меня как-то и спалили, когда там лунцы снимал, там, в зеркале, в окне, там, ночью мы ехали и спалили. Это больше запарно. Начались вопросы. И потом я как бы, да, решил, что, блин, ну и, в принципе, а почему нет? Ну, вообще, в целом, я, конечно, ну, типа... Ну, с другой стороны, смотри. Нет, подожди. Если в другом плане рассматривать... Я вот, например, стараюсь реально не показывать свои отношения на публике. Потому что, ты знаешь, я, типа, вот там, да, мы где-то, я лишний раз, ну, не буду как-то... То есть я могу там тебя за столом, ну, там, под столом взять за руку, что-то такое. Вот так специально там ее гладить. Пуси-пуси-пуси-пуси. Да-да, вот это я, типа, если именно в этом плане. То есть я стараюсь не показывать свои отношения на публике. Ну, а зачем показывать, если, как бы, ну, наши друзья, например, там, знакомые... Они знают, что мы пара, да. Да, пара, как бы, зачем вот эти вот суси-пуси-пуси? Я вот так, я стараюсь так, мы оба согласны. Счастье в браке — это результат труда супругов, а не везения. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Все-таки везение. Ага, сейчас, ага. Так, если обижу партнера, то обязательно извинюсь. Конечно. Конечно. Причем... Ну, я могу не сразу. А вот она, кстати, я почему-то... Ну, не то, что не сразу, ну, как-то, ну, ладно. Ну, короче, да. Не сразу бывает. Ну, бывает. Бывает. Ну, конечно, если обижу, то извинюсь. Я стараюсь советоваться своим партнером. Да. Безусловно. Тут тоже, как бы... Не обсуждается. Пошло, смотри, как резко у нас с тобой. Я с удовольствием проведу с ребенком свободную... Да. Конечно, да. А я не знаю. Я не могу ответить. Я вот не могу ответить. Ну, получается, да, у нас разум. Ну, мне кажется, что, наверное, все-таки свободное время, которого у меня и так нет... Ну, с другой стороны, а вдруг я, наоборот, реально буду проводить все свободное время с ребенком? Я, наверное, скажу так. Я, естественно, этого не знаю, но мне кажется, учитывая, что у меня очень мало свободного времени, я, естественно, буду понимать, что с ребенком нужно проводить. И не то, что это будет без удовольствия для меня. Это, естественно, я уверен, что будет приносить удовольствие, но в то же время конечно мне будет не хватать свободного времени, чтобы там побыть одному, как-то набраться именно мысли, собраться с мыслями, вот это вот все. Поэтому я не знаю. Блин, ну это сложно, пиздец. Типа, для меня это очень сложный вопрос. Я не могу на него так ответить, типа, чтобы это был честный ответ. То есть я мог бы сказать, да, конечно, но, блин, наверное, да. Я думаю, что да. Я думаю, что все-таки да. Наверное, с удовольствием проведу свободное время с ребенком. Ну, это само собой. Я не буду настаивать, если партнер не хочет близости. Блять. Ну, разная была ситуация. Плохо чувствуешь, устал. Ну, я... Ну, скорее, скажем так, я, по крайней мере, никогда не... Ну, типа, когда я хотел близости, я от тебя отрицательный ответ не получал, но ты получал от меня. Ну, потому что... Когда я заебанный был или еще что-то. Конечно. Так я и говорю, что... Я не могу это оценить. Все зависит от ситуации, как бы. Ну, надо к этому относиться с пониманием. Ну, я бы тоже с пониманием отнесся. Потому что человек может устать, там, плохо чувствует себя. Ты же не будешь, там, например, с температурой 3-8, тебе захотелось... Короче, все, я понял. Моральная измена ничем не отличается от физической. Давай ты ответишь. Что-то я помогу. Отчем я... Ну, давай, мне интересно. Я знаю какие-то... Ну, я знаю ответ на этот вопрос от себя. Отличается. Я считаю, что пиздец как отличается. Потому что... Ну, типа, блин. Ну, мы не будем сейчас конкретные примеры переводить, там, физические измены. Но мне кажется, конечно, намного больнее осознавать, что кто-то из твоей... Ну, там, твоя противоположная половинка, там, с кем-то, там, флиртует, общается. Ну, то есть... Это всяко хуже, нежели какой-то, допустим, даже... Не то, что случайных половых актов не бывает. Ну, это, типа, хуже, мне кажется. Хуже, когда... Моральная. Да. Я считаю, что хуже, поэтому она отличается. А, ну, да, да. Ну, отличается. То есть мы оба не согласны. Конечно, да. Я же не сказала. Я полностью доверяю своей второй половине. Да. Тут тоже без вопросов. У нас есть свои традиции и фишки, понятные только нам. Ну, я думаю, что да. Ну, конечно. Мне кажется, у всех есть такое. Ну, да, типа... Если наши фишки бы кто-то видел, никто бы не понял. Возьму, плюну тебя в рот. Ты слышала, как я задам? Я кого-то просилился. И вот в отношениях я развиваюсь как личность. Да. Конечно. Все, пошли, пошли. Да, все. Уже час или сколько там. Жизнь пары... Уже близко, смотри, уже близко. Да, да, еще чуть-чуть. Мне даже интересно, что там будет. Жизнь пары, постоянный поиск согласия, а не отстаивание собственной правоты. Ну, я бы... Ну, типа, в основном... Это не так даже этот вопрос, наверное. Жизнь пары — это компромиссы. Но это не какой-то постоянный поиск согласия или отстаивание. Это всегда что-то совместное. И в том числе и поиск согласия, и в том числе и отстаивание своей собственной правоты, я считаю. Поэтому я не согласен тоже. Это немножко по-другому как-то все. Я не критикую свою вторую половинку в присутствии посторонних. Конечно, ну как можно так? Ну, я могу в шутку что-нибудь. Ну, в шутку — это шутка. Я думаю, что... Она не может. Она потом, если бы я в рестайл, сказала что-либо. Нет, я в шутку тоже могу. Я бы тоже в шутку, конечно. Нет, мы все понимаем, что это шутка. Ну, а что-то, например... Ну, вот... Он что-то не так сделал, и я бы начала на него там наезжать при всех, как бы, я бы не смогла так сделать. Так, я не критикую, вам оба согласны. Нужно предоставлять своей половинке полную свободу в его и ее делах. Ну, да. Иначе нет доверия, я считаю. Непонятно. Так, как бы тут... Мы оба согласны. Так, в трудные минуты нужно поддерживать и помогать в решении проблем своих вторых... Ну, конечно, да. Само собой тоже. Это уже какие-то банальные... Опа, блядь! Так, подожди-ка. Что-то 3.8, что ли, оценка, или что? А я не знаю, это оценка теста? Оценка этого теста, или оценка, типа, что это вообще? А, это оценка теста. Поздравляем, у вас есть высокая совместимость и предрасположенность к долговременному счастливому браку. И вы, и ваш партнер прекрасно знаете друг друга. Взгляды на жизнь, на общее будущее у вас очень схожи. Ваши отношения – пример внимательного и чуткого отношения друг к другу. Такое взаимопонимание свидетельствует о том, что вы много времени проводите вместе и живо интересуетесь всем происходящим в жизни вашей половины. Вот прям вот как написано, прям вот... Ну, на самом деле, да, интересно. То есть, все-таки мы с тобой совместимы, получается. Ребят, ну, как-то так, это было нелегко. Какие-то вопросы прям были даже такие... С подвохом каким-то, реально, не развернутые какие-то, вот непонятные. Как-то прям разбираться. В общем, ребят, ну, как-то так, мы прошли тест, получается, совместимы. Ну, я не знаю, есть ли более максимально... Слушай, тут разные, смотрите ли... Да, есть разные, кстати, вопросы, поэтому, в принципе... В принципе, ребята... Если вам зайдет, то мы... Если... Давайте, я не знаю, ну, я не знаю, 40 тысяч лайков точно не наберется, конечно, но... А вдруг? Ну, я вообще не представляю. Вообще, честно, не представляю. Давайте просто посмотрим в целом по вашим лайкам, по вашим комментариям. Активность, да. Да, просто проявите активность, и мы поймем, что это было интересно. А мы попробовали, это весьма долгое видео получилось, но получилось классно, мне понравилось в целом. Так что, друзья, оставляйте комментарии, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал. Я... Я... Давай еще... Мы у нас, чтобы вы понимали, несколько было там стыков и так далее, на всякий случай. Я не вижу сейчас полностью, сколько длится видос. Я предположу, что 1 час 5 минут. Не знаю, мне кажется. Хрен знает. Может быть, кстати, да. Ну, сколько, просто назови цифру. Или в минутах, или час с чем-то. Я думаю, час 5 минут. Вот не знаю, прям вот. Давай. 59 минут. 59 минут. Кто ближе, интересно. Вы уже знаете, а я узнаю только, когда буду рендерить этот видос. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok